МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Информационная программа «Республика» в студии. Ольга Пырычкина и в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вчера православные верующие отметили Пасху. Национальное телевидение вело прямую трансляцию ночного богослужения из Покровска-Татьянинского собора. К началу ночной пасхальной заутренней спецрейсом из московского аэропорта Внуково был доставлен благодатный огонь, сошедший в Великую Субботу в Иерусалимском храме Гроба Господня. Лампада с огнем была вручена митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому в Арнаве. От этой лампады святой огонь получили все верующие, пришедшие помолиться в собор в пасхальную ночь. Все желающие смогли принести частичку пасхальной благодати в свои дома. Александр Гаврилов, Республика. Делегация Чувашии во главе с Михаилом Гнатьевым вернулась из рабочей поездки в Республику Беларусь. Что нового увидели и узнали представители органов власти и руководители предприятий нашей республики, а главное, в каком ключе будут развиваться дальнейшие отношения между нашим регионом и братским белорусским народом. В нашем выпуске. В бытность с министром сельского хозяйства Чуваши Михаил Игнатьев бывал в Беларуси. С президентом Александром Лукашенко они встретились, как старые знакомые. По мнению Александра Лукашенко, сотрудничество с регионами укрепляет российско-белорусское межгосударственное взаимодействие в целом. А точек к соприкосновению наших стран, бывших союзных республик, множество. Это и производственная кооперация, и строительная сфера, и транспортное машиностроение. Еще одно из направлений наше сотрудничество, которое вы тоже уже осваиваете, это сельское хозяйство. И не только простое приобретение техники и так далее, но и наука, племенное дело, семеноводство, селекция сельскохозяйственных культур. То, что обеспечивает агрокомплексу устойчивое перспективное развитие. У нас накоплен определенный опыт в животноводстве. Мы с удовольствием делимся им со всеми регионами Российской Федерации. В общем, много направлений сотрудничества. Трудолюбие, работоспособность вашего народа, аналогично нашему. И это та основа, на которой мы можем сотворить любой проект. Здесь нет никаких проблем. Все качества чувашского народа присущи нашему белорусскому народу. И мы максимально оперативно готовы развивать те направления, которые вас заинтересуют. Мы готовы рассмотреть оперативно ваши предложения, ваши вопросы и в этом направлении действовать. Чуваши видят в Республике Беларусь надежного и выгодного партнера. Между нашими предприятиями уже давно налажены прочные экономические связи. Товаровброд, можно сказать, за последние три года у нас увеличился в 2,5 раза. Но мы заинтересованы в том, чтобы наши отношения на самом деле развивались в научно-технической сфере, в сфере агропромышленного комплекса. Это очень важно для нас, потому что Республика промышленно-аграрная. Мы приобретали семена как картофеля, так и семян зерновых, племенной скот всегда закупали. Возможные направления развития сотрудничества обсудили прямо на местах. Рабочая программа главы Чуваши была более чем насыщенная. За три дня Михаил Игнатьев побывал на нескольких предприятиях, встретился с множеством людей, заинтересованных в сотрудничестве с нашей Республикой. Здесь сегодня модернизируются теплоэлектростанции, строятся гидроэлектростанции. Наши предприниматели, которые производят автоматику в виде релейной защиты, микропроцессорных изделий, находят свой рынок здесь. Не останавливаться на том уровне, который уже достигнут, а идти дальше. Этот тезис стал лейтмотивом всех встреч и переговоров, состоявшихся в Беларуси в эти апрельские дни. Елена Гальперин, Регина Кубайкина, Евгений Анисимов. Республика. В ходе визита в Республику Беларусь у делегации Чуваши была возможность побывать в крупнейшем агрохолдинге, занимающем солидную нишу на республиканском рынке. Продукция очень нравится. Ну, конечно, самый главный наш продукт – это наша тушка. Это мясо птицы, которое мы очень много вырабатываем, экспортируем в Россию и очень много продаем на нашем рынке местном. Продукция наша очень хорошая, наше мясо птицы очень качественное и очень нравится нашим покупателям. Агрокомбинат «Дзержинский» – крупнейший агропромышленный холдинг, объединивший много лет назад бройлерную птицефабрику с рядом неэффективно работающих хозяйств. Решили пойти по пути многопрофильности. Правильность выбора подтвердила время. В числе основных отраслей сохранили, конечно же, производство мяса птицы. Сделали замкнутый цикл от родительских ферм до глубокой переработки и продажи полуфабрикатов в своей же торговой сети. Сами же производят комбикорма, белково-витаминные добавки. Современные технологии, новые оборудования и полноценные корма позволили превзойти европейский уровень среднесуточного привеса птицы. Агрокомбинат производит 250 видов полуфабрикатов и колбасных изделий и 20% всей выпускаемой в республике птичьей продукции. Хорошие дивиденды холдингу приносят разведение крупного скота, прудовой рыбы, растеневодства. Коллеги из Беларуси создали собственную торговую сеть. В городах и районах работает более 50 фирменных магазинов фабрика здоровья. Самое главное, они ведут государственный социально ответственный бизнес. Есть социальные бытовые помещения, социальный пакет для своих тружеников. На самом деле, посмотрели, какой высокий уровень культуры производства. У нас тоже есть фабрики с хорошей культурой производства, но здесь высший пилотаж практически. Вот это хочу я сказать. И есть чему учиться. Есть еще одно необычное направление у агрокомбината. С помощью правительства здесь создали универсальный комплекс Центра экологического туризма Станькова. На территории в 500 гектаров организовали военно-исторический партизанский лагерь, представляющий собой реконструкцию типичного лагеря партизанского формирования периода Великой Отечественной войны. Ну, мы решили, в общем-то, воссоздать этот лагерь для того, чтобы нашу молодежь учить, так сказать, на этом примере, чтобы люди не забывали, что такое Великая Отечественная война была, что такое фашизм, что нам принес, какое горе. Ну, и в целях патриархского испытания, естественно, самое главное. Да и чтобы не было фальсификации истории, которые сегодня уже, к сожалению, Европа переписывает историю Великой Отечественной войны. Отдельную территорию отдали под зоосад. Здесь же работают манежи для катания на лошадях и пони. В центре организована даже платная охота и рыбная ловля. Итоги визита правительственной делегации в Республику Беларусь обсудили и на сегодняшнем совещании у главы Чувашии. Поездка была насыщенной и очень полезной в плане обмена опытом. В республике продолжают внедрять аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Эта многоуровневая система предназначена обеспечивать общественный порядок, прогнозировать и предупреждать чрезвычайные ситуации в автоматическом режиме. Насколько эффективно показало себя новое оборудование за два года работы, тоже обсудили на еженедельном совещании. Более ста фото- и видеокамер комплекса «Безопасный город» в Чувашии ежедневно фиксируют нарушения правил дорожного движения. Места их установки определяются госавтоинспекцией с учетом аварийной ситуации. Всего в 2013 году с использованием комплексов обработаны и направлены собственные контрастные средства 286 тысяч правопоостановлений на правонарушения. А в 2014 году практически 319 тысяч правонарушений. В настоящее время совместно с ГИБДД завершены работы по определенным основным очагам концентрации ДТП, на которых предполагается установка стационарных комплексов. Мероприятия по дальнейшему развитию системы фото- и видеоксации нарушений правил дорожного движения выполняются с учетом реальных возможностей республиканского бюджета и, конечно же, в рамках развития государственного частного партнерства. 2015 год стал годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это серьезная угроза здоровью. На сегодня практически у каждого шестого жителя фиксируется повышенное артериальное давление. У каждого седьмого – цереброваскулярная болезнь, у каждого четырнадцатого – ишемическая болезнь сердца. В Чувашии статистика выглядит не столь пессимистичной. Смертность от болезней сердца и сосудов – самая низкая по стране и Приволжскому федеральному округу. В сравнении с 2013 годом, в 2014 мы наблюдали незначительное, но повышение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Но когда мы проанализировали причину, с чем это связано, мы обратили внимание, что в республике значительно возросла численность населения старше 80 и старше 85 лет. И, естественно, именно за счет этой возрастной когорты у нас наблюдается рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. План по борьбе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы включает три основных блока – информирование населения, повышение качества медицинской помощи и профилактические мероприятия. Глава Чувашии попросил сделать основной упор именно на третий пункт. Миллиарды вкладываем правильно. Когда человек больной, его надо лечить. Вопросов нет. Оборудование современное цепляет. На ранней стадии болезни разного направления. И с этой точки зрения медицина сегодня готова лечить больных людей. Диспансеризация – важный, как бы сказать, значимый факт. Но люди должны начинать правильно питаться, следить за собой и двигаться. Движение – это жизнь. Вот это простые вещи, где никаких миллиардов не требуется. Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Республика. Премьер-министр Чуваш Иван Моторин провел совещание с главами администрации муниципальных районов и городских округов в режиме видеоконференции. На седании поднимались вопросы государственного регулирования тарифов на 2016 год, подготовки к празднованию 70-летия Победы и другие. Руководитель Государственной службы по конкурентной политике тарифам Альбина Егорова сообщила о предложенных на Всероссийском заседании Федеральной службы по тарифам, вариантах изменения нормативно-правовой базы, направленных на уточнение и установление цен естественных монополий во всех сферах экономики. В частности, решение Федеральной комиссии затронуло сферу электроэнергетики. Самое основное, над чем сегодня мы должны работать, это реализация принятого постановления правительства Российской Федерации. 28 февраля 2015 года за номером 184, это об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям. Сегодня в республике регулируются 43 территориально-сетевые организации, на 2015 год им установлены уже тарифы. С учетом введения этих нормативов, то есть критерии, у нас получается 22 организации, территориально-сетевые организации не попадают на регулирование тарифами. Критерии отбора касаются организации владельцев оборудования установленной мощности. Линию многоуровневого напряжения электросети не менее года эксплуатации. К 70-летию победы правительство республики выделило более 7 миллионов рублей на текущий ремонт памятников. В Чувашии насчитывает 1164 памятных места и сооружения, более 200 воинских захоронений и 30 мемориалов «Вечный огонь». Требуют замены памятники и в Цивильском и Козловском районах. Кроме этого, планируют установить новые памятники в городе АлатРи, Канажском и Урмарском районах республики. А в Яльчикском районе города Новочебоксарска уже установили. На благоустройство прилегающих территорий направлено около 5 миллионов рублей. В связи с пожарами в республике Хакасия Вениамин Петров, председатель Государственного комитета Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, проинструктировал глав районов о необходимости соблюдения правил пожаробезопасности при проведении пала сухой травы в весенний период. Александр Гаврилов, Сергей Рябчиков, Республика. Председатель правительства Чувашии побывал на двух чебоксарских предприятиях. Ивана Моторина интересовала, активно ли на заводах внедряют инновации. Что показали премьеру, узнал мой коллега Дмитрий Ковалев. Вот такие бетонные плиты сейчас приходят на замену привычным материалам. Благодаря высокопрочной арматуре можно производить блоки любой длины. На Чебоксарском заводе их начали выпускать только в прошлом году, но здесь уже появились постоянные покупатели из других регионов. На предприятии надеются, что в перспективе новая технология заинтересует и чувашских строителей. Мы активнее работаем с проектировщиками и с проектными группами для внедрения нашей продукции в проекты, которые готовятся для реализации на территории Чувашской Республики. Это качество. Во-вторых, это то, что гибкость, то, что длина плиты может составлять 10,8 метров. То есть, соответственно, любой длины, под любой размер. На предприятии уверены, что спрос на новые плиты в ближайшие годы вырастет в разы. Их производят в современном цехе и технологии позволяют постоянно наращивать объемы. За все процессы, вплоть до измерения и распилки, здесь отвечает автоматика. К примеру, с помощью вот таких вот установок в арматуру заливают бетон. За сутки здесь производят порядка 100 бетонных плед. Председатель правительства отметил, что сейчас строительная отрасль нуждается в новых материалах. Заводы, где их уже производят, будут выигрыши. Предприятиям просто необходимо ориентироваться на потребности рынка. К примеру, в компании «Инкост» начали выпускать и вот такие устройства для подъема машин. Заказы на них сейчас поступают даже из-за рубежа. Вообще, отмечают руководители предприятий, к российским разработкам иностранные партнеры проявляют все больше интерес. Положительно повлияло на конкурентность продукции те события, которые произошли в конце прошлого года, начале года, когда рубль ослабел к основным валютам международным, сегодня есть конкурентные преимущества по стоимости по данной продукции. Но это не главное, наверное, преимущество. Главное то, что выпускается интересная продукция. И уже очевидно, что интерес к инновационным разработкам не упадет. Те, кто и дальше будет заботиться о модернизации процесса, не потеряют своих партнеров и приумножат количество заказов, считает Иван Моторин. Медрик Ковалев и Расиль Мухаммедов. Республика. Чувашия готовится к выборам. Напомним, в сентябре нам предстоит выбрать главу республики, а также глав муниципалитетов и депутатов районных собраний. Партия «Единая Россия» впервые проводит праймерис внутрипартийное голосование, позволяющее гражданам участвовать в отборе кандидатов. Как он будет проходить в Чебоксарах, рассказали журналистам на брифинге. Цель праймериса – допустить к участию в выборах наиболее достойных кандидатов. Кто они, решают не только соратники по партии, но и жители города. Именно им впоследствии предстоит решить, кому представлять их интересы в столичном собрании депутатов. Праймерис пройдет по самой открытой форме. То есть любой желающий, любой гражданин города Чебоксары, Чувашской республики, сможет прийти 24 мая на те площадки, где будет открыта дискуссия, где могут задаваться самые неудобные вопросы тем кандидатам, которые будут выдвигаться как от партии, так и не от партии. В Чебоксарах сформирована избирательная округа 21 одномандатной и 21 партийной. Всего заявки на предварительное внутрипартийное голосование подали 178 человек, желающих участвовать в местных выборах. До 24 мая кандидаты будут встречаться с населением. Кандидаты будут участвовать. То есть будет еще такая предвыборная кампания? Конечно, конечно. Предвыборная кампания, обычная предвыборная кампания перед праймеризмом. Каждый кандидат может донести свою предвыборную программу. Существует несколько способов организации внутрипартийных выборов, но легких путей партийцы не ищут. И мы выбрали, как Леонид Ильич сказал, самую сложную модель. Но она наиболее в большей мере дает людям проголосовать, поддержать ту или иную кандидатуру. И, конечно, будут поддержаны те кандидаты, которые работают постоянно в своих округах, оказывают большую помощь жителям микрорайонов, выполняют свои партийные поручения. И вот эту возможность проголосовать именно подтвердят. А если тот, кто думает, что его люди поддерживают, но плохо ввел свою работу, конечно, такой кандидат не сможет быть выдвинут. В день проведения праймериза 24 мая в Чебоксарах будут работать 110 избирательных участков. Время голосования уточнят немного позднее. По предварительным данным, с 8 до 14 часов. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Этой встречи предприниматели ждали давно. Экономический кризис усугубил проблемы малого бизнеса. Многие из них можно решить, заручившись поддержкой властей. В республиканском бизнес-инкубаторе состоялась встреча главы столичной администрации Алексея Ладыкова и полномоченного по защите прав предпринимателей в Чувашской республике Владимира Иванова с бизнесменами города Чебоксара. Прямой и открытый диалог с органами власти, в ходе которого обозначились очень серьезные проблемы, тормозящие развитие бизнеса. Впервые именно в таком формате шел разговор двух сторон. Конкретные вопросы, требующие конкретных ответов. Вот сейчас сидят здесь предприниматели, которые ведут хозяйственные дела. И вы представляете, 90% битвы идет со всеми, в том числе с администрацией города. И можете ли вы решать вопросы, чтобы уменьшать количество судебных дел? То, что 90% битвы с административными органами, я не согласен. На сегодняшний день многие решения можно принять только по решению суда. Иначе нас опять обвинят в сговоре, коррупсогенные факторы и так далее. Законы нужно соблюдать. В этом никто из присутствующих не сомневался. Но бывают ситуации, когда предприниматели просто загоняют в угол. По словам Владимира Иванова, только в прошлом году к нему обратились за помощью почти 200 владельцев бизнеса. Положительно нами было решено 57,5%. Много это или мало, но большинство, конечно, это были положительные консультации, которые реально помогли предпринимателям. Развитие, а не стагнация бизнеса в столице – вот главная общая задача, уверен Алексей Ладыков. Результат нашей совместной работы – это развитие города, благоустройство города, повышение качества жизни горожан. Все вместе мы в этом направлении должны работать. Дайте профессионалов или общественные институты давайте создадим вокруг администрации города, которые будут подсказывать, помогать. Давайте вместе работать. На встрече прозвучало огромное количество предложений, как работать вместе. Условно нужна торговая промышленная палата города Чебоксар при администрации города. То есть какой-то орган, в который будут стекаться эти вопросы, систематизироваться и вместе с администрацией их решать. А иначе все такие встречи будут превращаться во встречу граждан нашего города с главой, что наконец-то мы добрались до горла нашего руководителя. Честность и прозрачность. По такому принципу готовы работать чиновники. И этого же они ждут и от бизнес-сообщества. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. В этом доме всегда рады гостям, но в субботу их ждали особенно. В доме ребенка-малютка прошел день открытых дверей. В судьбе этих совершенно разных деток есть одна общая беда. По тем или иным причинам они остались без родителей. Конечно, в малютке с ними занимаются, оказывают медицинскую помощь, дети сыты, одеты и обуты. Тем не менее, все они ждут маму и папу. Мы ждем больше всего в гости людей, которые хотят принять ребенка в свою семью. Потому что наша задача, самое главное, это как можно больше детей, чтобы как можно больше детей нашли свои семьи. Наши мероприятия посетили представители отдела охраны прав детства Калининского района. Также они могут задать вопросы нашему социальному работнику, психологу, который будет присутствовать тоже на этом мероприятии. Сейчас в доме ребенка 38 детей, 29 из них находятся здесь временно. Если их родители поменяют свое отношение к жизни, возьмутся за голову, то эти дети вернутся в родные семьи. Ну а 9 малышей ждут новых маму и папу. Здесь мы первый раз узнали о том, что есть день открытых дверей. Мы являемся потенциальными родителями. Собрали пакет документов, хотим, ну в поисках ребенка. Ищем своего. Специалисты говорят, важно не только, чтобы потенциальным родителям понравился ребенок. Главное, чтобы ребенку родители. Если это произойдет, дальше последует период всех необходимых оформлений документов и привыканий новых членов семьи. Так или иначе, первые шаги навстречу друг другу на дне открытых дверей будущие родители малыши уже сделали. Это я. В Чувашском государственном художественном музее открылась персональная выставка Анатолия Рыбкина. Назвал ее художник «Мой старый добрый дом» и посвятил своей малой родине. На открытии выставки побывала и наша съемочная группа. Эта выставка – возвращение к родному порогу после долгого творческого пути. Она посвящена истории трех деревень Миринско-Пасадского района, которые художник считает своими – Фурманкасам, Тагаева и Эльборусова. В прошлом году в Москве в Академии художеств я сделал персональную выставку по просьбе Академии художеств, где я нахожусь корреспондентом. Выставку под названием «Мой старый добрый дом». Выставку очень понравилось и теперь просят через пять лет в расширенном варианте показать эту же выставку в Москве в Академии художеств. Эти работы у меня появились не просто за полгода или за год. Я там поставил цели, давай-ка быстренько напишу «нет». Это я жил как-то параллельно в двух географических точках – это в Санкт-Петербурге и здесь. Представленные картины – это очередное признание художника в любви к той земле, где он родился и вырос. Каждая из представленных работ – это задушевный рассказ художника о своей малой родине. Когда попадаешь на его выставку, всегда, конечно, поражает разнообразие этих работ, поражает цветовое богатство работ и вот это сопоставление широкого кругозора, высокого горизонта, когда человек практически весь мир объездил, и в то же время такая нежная и трогательная любовь к родному дому. Многие, знающие Анатолия Рыбкина, лично восхищаются им не только как художником, но и как учителем. Когда у нас была практика, он нас пригласил к себе в деревню на пленэр, и мы целой группой поехали к нему на пленэр и жили там целую неделю. Это был просто потрясающий опыт. У меня просто нет слов, чтобы передать, как было замечательно с ним рука бок о бок, рука об руку работать. И сейчас, когда видишь вот эти знакомые места, мы сами тоже их писали, и прям на самом деле так радостно становится. Это все знакомое нам тоже, мы целую неделю там жили. На открытие выставки знаменитого художника пришли родные и близкие, друзья, коллеги и ученики. И хотя многие картины они видели не один раз, каждая экспозиция для них как открытие. Марина Рябцева, Андрей Спиридонов, Республика. Таковы новости к этому часу. Полная информационная картина дня. Вечернем выпуске программы «Республика» в 20.00. Оставайтесь с нами и всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин